Шалом, мои дорогие друзья! Я поздравляю всех нас с наступающим праздником Ханука. Хануку любят все. Да и как не любить этот светлый праздник, который приходит к нам в самые темные дни года. Мы собираемся с семьей и друзьями и благодарим Всевышнего за те чудеса, которые Он делает для нас. Надо заметить, что месяц Кис-Лев, в котором празднуется Ханука, самый темный месяц года. Рассказывают наши мудрецы, что когда Яков и Исав делили наследство своего отца, то решили поделить и времена года, дорогие друзья. Яков выбрал осень и весну, и не случайно. И именно в это время отмечается большинство наших праздников. Исаву досталось лето и зима, и он уж в долгу не остался. Издавна трагические события постигали наш народ летом. Грех золотого тельца, разбитые скрижали. Грех разведчиков, разрушение первого и второго храма и даже смерть Аарона. Но а зимой мы попадаем во власть холода и тьмы. Итак, восемь дней мы зажигаем свечи в память о чуде. Впрочем, чудес было два. Что может быть поразительнее, чем волшебный кувшинчик? Масло, в котором не заканчивается восемь дней, дорогие друзья. Но чтобы чудо с маслом стало возможным, ему предшествовало еще одно. Победа в войне. Мы вспоминаем о ней каждый день праздника. И именно чудо победы в войне включено в особую молитву, вставку, которую на хануку добавляет в текст ежедневных молитв. В чем же заключалось чудо, дорогие друзья? Горска священников, которая вообще не умела воевать, выступила против армии греков. Они вышли на войну в самое темное время года, которое изначально было отдано во власть духовной тьмы. Они покинули теплые дома и семьи и вышли из зоны комфорта. Они знали, что идут на битву, в которой у них нет ни одного шанса, но упорно шли вперед. Не они придумали эту тактику, дорогие друзья. Так случилось в нашей истории уже не раз. Когда, например, евреи вышли из Египта, и путь им прикрыло, перегородило Красное море, многим показалось, что ничего не остается, как вернуться назад. Путь в Египет, рабство, жара и плохое питание, зато там можно дышать, а под водой нет. Впрочем, был там один, кто не согласился с большинством. Нахшон бен Аминадав, глава колена Егуды. Он зашел в воду и сделал первый шаг, и море раступилось. Дорогие друзья, ключевой идеей праздника является память о чуде и распространении божественного света. Но если брать шире, то идея заключается не только для праздничной недели, но и для самой миссии нашего народа. Распространение света Торы, веры в единого Бога, морально-этических основ, таково душевное назначение нашего народа. В Иерусалимском храме, дорогие друзья, окна были спроектированы таким образом, чтобы они поглощали свет извне, а напротив, чтобы храм был источником света для всего мира. Ханука говорит о том числе и о нашей связи с храмом и храмовой службой. В Медраж Раба сказано, что потомки Аарона навечно удостоятся чести зажигать минору и нести этот свет. Но Ханука, дорогие друзья, также служит напоминанием всему нашему народу о его настоящей глубинной духовной задаче. Мудрецы находят намек в самом тексте Торы на будущее установление праздника. Ведь 25-м словом в Торе является слово «свет». И мы начинаем праздновать Хануку 25-го кислева, приумножая и физический, и духовный свет. Поэтому, несмотря на то, что эта заповедь связана с определенным временем, женщины, например, которые обычно освобождены от таких заповедей, и также дети тоже обязаны зажигать ханукальную минору. Добрые дела, дорогие друзья! Увеличение света в нашем мире – это и есть задача, не имеющих, так сказать, возрастных и социальных ограничений. Мы должны распространять свет там, где пребываем, в своем окружении, чтобы помогать раскрытию божественного присутствия в нашем материальном мире. Мы зажигаем, дорогие друзья, ханукальные свечи за закрытыми дверями. Не только сами для себя, но мы также транслируем исполнение заповеди в своих окнах. По всему миру еврейские общины выходят на площади и центральные улицы, чтобы не просто зажечь грандиозную минору – ханукию, но провозгласить – добро и свет являются целью каждого из нас. Именно тогда, концентрируясь на распространении хорошего, а не на противостоянии плохому, мы действительно, дорогие друзья, влияем на ход вещей. Живя в мире и уважение к другому, каждый человек по отдельности и все мы вместе выигрываем битву с темнотой. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и успеха во всем. Пусть наши сердца будут всегда склонны к добрым делам и милосердным поступкам, чтобы мы, дорогие друзья, ощущали божественное присутствие в нашей жизни. Радостного праздника! Хануки! Хак Самея! Ваш Равин Каплан! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова